чем ксения собчак отличается от путаны смотри путана соглашается все если и дать деньги а собчак если отобрать ну зачем так со мной на то что не вошло это ужасные шутки да я понимаю расстроилась не понимаешь мне кажется у нас хорошие интервью будет саж ну подожди ну не плачь только подожди но это то что не вошло мы же это не говорили про зачем я реально понимаю подожди хорошая актриса никого мы же вроде хорошо хорошая актриса сразу блять она же вот это все про самоиронию это было наебалово ты меня на реально момент я перебывался то что ты испугалась слова путана я заменю там проститутка я думаю заменю к я путаны назову-ка господи чтобы не обидеть это же был немного секси чего никогда не будет у собчак с богомоловым ведь оргазма слышь я считаю что самая остроумная шутка про меня и богомолова была написана в комментариях к моей программе с богомолов я считаю что гениально что наконец-таки мужчина без челюсти и женщина с огромной челюстью встретились природа равновесно не буду больше читать закон соединения в это закон масса до согреть сохранение маски ну прекрасно ты готовишься к свадьбе нет женщины с геями нет искры я стал принимать себя я веду неправедный образ жизни ты же можешь отключить это в себе который знает что как и делать нравится клубок 4 гетеросексуала и 2 бисексуала и бадюшка на лодке не надо как мы вот пиздец устраивать на пол страны это будет все тут вопрос талант давай честно нельзя же трахаться и ржать грешно в православии мудацкая история как разбила моя крепость изначально все салоны сейчас начинается совершенно толерантная хуйня в общем в основном все салоны содержат геи либо женщины и всегда когда они собираются вместе собирается клубок змей всегда нет друг другу про друга говорят всегда начинается некий mail малой группы друг против друга дружат друг против друга говорят на глаза говорит классно а тут как бы все в глаза тут нет такого я не могу объяснить в чем прикол геи и женщины всегда сплетничаешь а настоящий мужики не ну есть я не от лица это но тут такое некое братство единение может быть мы именно этого хотели но пока ты геев не примешь на работу ну нет почему нет есть у нас работают но как подожди тогда тоже когда они должны не обидеть а смотрят когда гей совмещается с женщинами а женщин не принимаешь залина маршинкулова смотри это интервью женщин долгами длина работа но это пиздец сексизм да но для этого есть женщин нельзя совмещать с геями да 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 именно в рабочем процессе ну как бы комедий муман привет на этом нападали 13 лет работаем друзья лучшее женское хорошо а гетеросексуальные с геями можно конечно да тут же одни и другие соблазни да вот это в этом месте искра в этом есть жизнь в этом я только искра ну как нет женщины с геями нет искры этом отворожденные тут нет а сексуального влечения хорошо так так это может получиться к тебе придет сюда понимаешь не тату салон на который вы нас стучали а на вас стучит какая-нибудь мизулина или мелона что у вас тут гей-пропаганда гомосек 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 я их половину знаю странно слышать и я вообще считаю что это даже не этично гей-мужчины которые стригут соблазняют гетеросексуальных и они потом бросают семьи нет это сейчас все это перевернуло понимаешь и бросают голодных уходят выходит красивыми и довольными жить с арнольдом понимаешь что давай сделаем гелкат и тоже тогда только женщин если женщин ни с кем не соединять есть 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 бёрди есть птичка есть москвичка есть фендрайбар я же все в курсе могу тебе все рассказать вашу укладку сколько давай сколько ты от конкретно вот салона зарабатываешь в месяц вот лично нет но месяц я не мы даже сейчас я думаю сколько ребята отдают где-то наверное всегда в конце года я не раз в год что да и не забираю это не проверяешь вдруг они тебя там нет на зиму шур лошок там шутки мы же ему сколько дадим перестали 100 тысяч рублей это хочешь так думать о моих друзья один час в японии другой в мексике пока ребят но ваша сколько 10 миллионов да нет конечно меньше 5 ну примерно 5 миллионов в год без вычета налогов это уже с чистой нет с налогами все это налоги вычитывать да и это будет всегда потому что это как аптека это как это тоже будет всегда да нет боишься да что завтра раз и все грабовая тишина шутишь шутишь а все такие пойдем к петросян жене ты прям дальше про юмор или шутки а тут-то главное даже не и слова не юмор а именно глава странность вот то что никто не делал до этого вот там не главный тут не перешло что есть люди шутят и это не смешно а будем там есть но смешно а тут надо как-то знаешь выебнуться чтобы было странно так минутка славы я буду передвигаться на розовой волге с коралловым салоном с гудком извини что я задачу я не знал что просто здесь огромный ремонт а также у нас устроится уже давно-давно это кусок здесь вообще хотели делать метро но потом знаешь что до желтый ветхо продлевать да но я знаю что там саша мамут большую работу правил чтобы да чтобы этого не случилось да но этого не случилось как мыслишь помните декарта так и живешь твой атлас чист судьба есть контурная карта ты сам себе геодезист но вот ты кстати много хвалил москву где а ну-ка а я тебе сейчас скажу где в каком-то интервью ты говорил ну примерно года два назад что прямо как все стало классно какой москва город прекрасный хорошие по хорошему но да и я на выхлопом дышать мы не боимся опоздать и пост не станет нас удать он тоже здесь зачем ты пачкаешь асфальт ну не в машину же плевать тебя мы будем придирать и по наехал и без вообще без шуток возвращаюсь в москву с удовольствием с любых мест ну кроме латвии юрмала все-таки да 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 ну слушай ну вот юрмала я например тоже много лет любила туда есть отдыхать я знаю что ты тоже собственно после еще со времен к в.н. и двинятина ты еще с той поры дал туда но там холодное море вот там есть огромный минус ну норм я как-то что-то ну ты то есть ты не любишь плавать нет я хожу упал и даже в ледяной да 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 нормально там как ты проводишь день стали с утра там ребята пойдемте за черникой пирог надо печь там с детьми с крестниками со всеми друзьями пойдем полдня собираешь чернику черным возвращаешься уже полдня 968 непросмотренных сообщений в чатах 125 пропущенных звонков 38 отложенных напоминаний в календаре это моя статистика упущенных возможностей хватит это терпеть теперь для решения ваших деловых задач есть битрикс 24 времена сейчас сами знаете не простые не у всех есть возможность быстро перейти на удаленку а это как раз сервис для управления бизнесом который позволяет организовать вашу работу так чтобы не пропустить ничего важного даже удаленная работа с битрикс 24 нисколько не теряет в эффективности эффективность только растет два клика и я ставлю новую задачу здесь же я могу контролировать ее исполнение пожалуйста а сервис не даст исполнителю они забыть вся деловая переписка обращение клиентов через соцсети мессенджеры теперь все это доступно в одном сервисе один раз настраивайте и больше не упустите ни одного клиента crm в битрикс 24 на высоком уровне здесь все что нужно для единого информационного пространства команды корпоративная и социальная сеть с публикациями чатами видеозвонками и календарем но все по делу и никаких котиков здесь вы можете наладить работу с документами заявление согласование прием новых сотрудников оплата счетов все вашем компьютере из-за пандемии бизнес начал массово переходить на удаленную работу поэтому битрикс 24 отменил лимиты на количество пользователей теперь бесплатный тариф доступен неограниченному количеству сотрудников переходите по ссылке в описании и получите чек-лист с 10 простыми шагами для перевода бизнеса на работу из дома ну что у меня супер ты мне выдал это рыбошаги это китайской 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 производства на русская как бы задумка назвать рыбошаги что мы говорим богу смерти не будем паниковать я видел монатика эти тапки он скажу самое удобное я понимаю что у них потеет нога но зато они упадут с ноги это мой размерчик тебе розовый так ну что эту квартиру ты снимаешь сколько лет третий год наверное уже четвертый четвертый год мы раньше мы жили в марфин около останки нас проходить на вечерний орган чтобы я просыпался сразу бежал а потом чего решил перехватить удобнее же рядом а там мы жили коммуны коммуны там мы жили два три четыре четыре человека четыре человека в одной комнате до в трешке мы жили димка в одной автору черного я в другой и оксана муж жена с 3 ну вообще просто здесь уже то один здесь уже да сколько стоит квартир 100 100 100 100 тысяч рублей сколько метров 102 а это кто кризиса какой-нибудь конечно их у меня ты знаешь и у меня осталось их осталось 1 до 10 я буду юбилейный крест на десятый раз патенька а это вы еще раз голыми бабой в пруду купались окстить малахольно я их крестил 10 общу тебя так любят делать ну не знаю как бы наш огромная ответственность да я вожу у меня есть все права на это я вожу ребят на причастие такой человек который знает что как и делать и не стесняюсь этого это вот моя крестная крестница крестница тайна расставала ты еще это семья инпланетян она все рисует класс там я тоже весь это от какой семьи краса получит мои это из команды вернетин там был мальчик такой большой андрюха палыч мой лучший друг это вот и где-то орган то ты не крест не туркан то другие крестные хорошие более просвещенные кстати надумаю что нет я думаю что поздно атеисты куда же другого бога верят но это такой крест на веру сменить в эфире программа поздно гость программой философ александр дугин трассе александр девич здравствуйте христос воскресе ну возможно ну ты же знаешь вот например что юмор это один из самых сильных защитных я знаю по себе потому что еще с ну я так понял потом позже со школы но потому что и много модное слово буллинг я как бы не особо на себе его испытал потому что в какой-то момент научился ну только дура мы допустим дурацкая отговариваться или дурацкая там шутить и когда начинали бить кого-то меня не били потому что а ну это тот не трогайте его потому что у юродивы ну типа юродивы он тебя закляпнет что-то либо скажет что-то и в моей в моей практике меня не били в школе вообще потому что считали что а ну типа он смешно тебя или гудок там иди там и что-то сделай по и смеемся вместе там такое что у тебя же было обидно вот я читала очень много о тебе материала и у меня сложилось впечатление извинишь ты давай давай что ты такой немножко невротик ну как бы вот серьезном смысле этого слова потому что ты где-то говорил что там ты пьешь новопассит у тебя холодеют руки когда ты выходишь на сцену те некомфортно вот это вот защитная реакция точно знаю что это на есть универпатии точно вам не есть я точно пил новопассит но это были панические атаки которые у всех мужчин случается определенного период времени но подожди я в когда проходил к невропатологами или в мост врали но это когда поград и думаешь что ты не завы были ли тебя не были но это очень страшно допустим в метро и там допустим в маршрутке там и что-то было когда-то у просто ну сейчас ты умрешь до выскакиваешь там из маршрутки просишься остановиться и стоишь и вот как бы потом мне он врач сказал что нельзя покидать этот момент в обществу это можно реально упасть его в обморок и чтобы тебя спасли в каком-то моменте у меня по я стал принимать себя какими есть и мне кажется еще сейчас смотрю себя зеркало мне возраст пошел на пользу я не клей я не кремлю душой и мы с тобой стали старше лучше выглядеть чем были тогда я тоже я не могу это и я точно потому что я сейчас смотрю в зеркало и думаю ну как-то вроде бы норм или или от того что я себя принял и как бы вот сейчас вот можно вот такого человека как бы посмотреть суши у тебя же явно огромная любовь к детям прямо какая-то честно говоря тоже с перебором потому возможно когда мы начинали с тобой делать интервью мне кто-то уже сказал так он же вот уехал на камчатку и там ты месяц пионер вожатом ты прям вовлечен в жизнь детей и те явно это кайфово кайфово я честно могу признаться потому что когда я с ними нахожусь может быть я от этого начинаю подпитываться совершенно на стран другой энергией в каком-то ключе они моей питаются потому что я 24 на 7 с ними и они со мной говоря про лагерь но это я дай у меня единственный отпуск есть летом я даю его камчатку потому что я возвращаюсь оттуда другим человеком клянусь каждый год что потому что наше поколение растет вот 12 поэтому в камчатку там от 10 до 16 вот такой пласт каждый год это все новое от отрицает аннигилизм который пестуется в кубе сейчас это отрицание всего нашего я до них никто у них нету сейчас ступеньки вы сразу ты я и в моем время такого не было вообще юмор вот самый дурацкий вот который я просто обожаю меня не меня не бук на на ужин сегодня колбиска колбаска колбиска вот такое что то там они обожают и странные фамилии трунет над моей моим голосом как я разговариваю червуны объявляя сыром и когда мне видят там ребята александр башмачок ерундистика это потому что непредсказуемо вообще для меня это сейчас один из главных стимулов наверное того что наше новое поколение вот 1216 абсолютно другие я вообще старпёр который там уже на 4 в яме валяются и другие какие вот чем лучше чем хуже вот так же не бывает в каждом поколении есть у них вот допустим по темпам по теме пошутить допустим о геях или транссексуалах вообще нет проблемы и кто-то там у себя уже принимает тем или иным уже ну это точно будет лесбиянка это тоже они уже все разбираются это значит 12 лет когда будем подходит верой говорит я сейчас учу латынь и учу древнегреческий и раз зачем это же мертвый язык ну во-первых для у тебя для своего внутреннего развития и тогда и там дали мы у него ребенка ну такими как раз говорят фразами но я бы я бы 22 года такого не знал на то есть у них большая склонность к саморазвитию продам вам не знаю 12 лет кем они будут они понимают они смотрят без прости господи без субтитров американских комиков они знают язык это главное они могут шутить на английском они могут на французском походи из тройга треклятое чудовище я вспорю тебя и Ведьмак, остановись, не убивай ее. Это мерзкое чудовище. Это моя молочная сестра. Значит, кто-то проклял прекрасную деву, и она стала уродливой стрыгой. Она такой и была, просто немного запустила себя снова мужем. А в городе говорят, что на ней проклятие. Может и есть, поводы были, но это все из-за шлаков. Приготовь ей свое спасительное зелье, ведьмак. Ладно, пойдем. Что в смысле? Маши! Маши! Шлаки, выходи. Освободись от шлака. Выйди из этой оболочки. Не сплевывай! Белосы. Бей! Не сплевывай! Ух, мразь, эй! Этой сущности нет тут места. Это камельфийская. Вот так. Она чистится! Она чистится! Как приколдесна. Спасибо тебе, ведьмак Тагир. Покреститься бы тебе, прекрасная дева. Ладно. Выпью с вами тоже полисорба. После битвы с лишачихой диарея страшная. У меня тост. Вас слава певицы Нюши с гиблых топий. Я наполняюсь духом этого склепа. Так, это твой спальник. Что мы читаем? Боже мой. Антон Чехов. Эй, правда? Боже мой, да. На английском языке? А вы какой язык учили? А я и английский учил, и немецкий, и французский. Все в зависимости от того, кто нашу деревню оккупировал. Хожу на английский и... Ой, господи, он трогательный. Мася подписывает слова. Почему ты так уставился на меня? Ну, мусечка хорошая, приятно. Я же... Ладно. Ты учишь язык? Да. Английский? Да, да, да. Тяжело в таком возрасте? Э-э-э... Ну... Все на английском языке. А почему именно Чехов? Ну, и Гоголь здесь. Фрейд. А ты много Фрейда читал? Нет. Это подарок Антохе Севидова. Николай Гоголь. О, Зыгарь. Черт, она еще и начитанная. Это тоже я должен прочитать. Зыгарь. Да. Миша, привет. Это классная книжка, я знаю, про что она, но я еще не читал ее. Ой, это потрясающе. А время Березовского читал? А ты, кстати, либерал. Это, кстати, нехороший вопрос. Либерально, на самом деле. Да. Смотря что-то... Ну, просто да нет, и дальше про детей. Да нет, как бы что ты имеешь в виду? Либерально... Когда в ванне я либерал. Когда выхожу из ванной, может быть, нет. Ну, странный, конечно, ответ, но... Больше да, чем нет, как мой любимый ответ. Но это ты так про сексуальную ориентацию отвечаешь. Ты про либерализм так будешь? Ну, потому что, если я скажу точно, я потеряю секрет. Вот у меня на свиноферме! Саша, какая свиноферма? Ты же гей! Но ты не пасть, это просто мои домыслы. Потому что на этом строится весь мой образ. Ты понимаешь, я тебе скажу, да или нет, это будет все. Я никому не буду интересен. Ты понимаешь? Ну, подожди, про сексуальную ориентацию ты так отвечаешь по другой причине. Ну, давай-ка. Потому что, ну, это как, вот представь на секунду, я в этом смысле понимаю, что мы живем в очень жесткой такой стране, и вот мой принцип, я как бы никогда не захожу туда, чтобы человеку, знаешь, навредить. Но я считаю, что, например, отстранимся, если бы Иван Ургант был геем открытым, ну, как бы он вряд ли был бы таким популярным и ведущим Первого канала, к сожалению. Вот так в нашей стране. Поэтому давай представим, что Иван Ургант гей, но он же не мог бы об этом сказать, правильно? Да. То есть я называю его, потому что он точно не гей и не сможет меня объявить в каминг-аут. Он крутится, как уш в луже, лжи и фальши, постоянно повторяет. Это смешно, Саша! Ну, это факт, поэтому есть часть людей, которые вынуждены, там, врать, скрывать и что-то, не потому что они, там, что-то стесняются или потому что они лицемеры, а потому что, ну, блин, это такая провокация, когда журналисты просто хотят их за это зацепить, а им потом карьеру это разрушит. Ну, то есть... На нашей стране вообще, я подписываюсь под каждым первым словом, потому что это уничтожение себя как единицы, творческой единицы. Ну, так это не про загадку, это про нашу, как бы, про нашу аудиторию, про бабушек, которые так смотрят и думают, какой внучок симпатичный, а так, ах ты пидорас еще внучок, да пошел ты из дома и вообще переключу на Соловьева. Ольга пирожок с шурупами, сломай себе зубки, винировая. Поэтому это не про загадку, а про либерал-то что тогда? Тут-то можно уже сказать, ну, да, дома я либерал, там, на Первом канале, ну, как получится. Как получится. У тебя была очень классная фраза, что Россия – это круассанчик, который не печется, а черствеет. А что нужно сделать, чтобы было не так? Выпечь новый? Да, выпечь новый. Этот уже не спасти? Ну, наверное, лучше, как эта фраза, любимая фраза из Покровских ворот – резать, не дожидаясь перитонита. Это же надо, и, допустим, и… А тебе кажется, еще можно резать, еще перитонита нет? Ну, послушай, ба-ба-ба-ба-ба, ну, лучше, ну, по мне, я-то, конечно, это радикальный метод, лучше убрать на пути начинания гниения, чем ждать этого нарыва, когда он сам разорвется. Так, допустим, сейчас совершеннейшее, может быть, откровение, допустим, как уходили девчонки с Comedy Woman, когда мы понимаем, там, с картинной группой, что уже чуть-чуть необратимый процесс начинается в девчонках по поводу того, что не доносится юмор, уже как так надо. Ну, матереют, имеется в виду. Да, матереют. Обабиваются. Ну, это не физическое, ну, хотя… Понимаю, но физическое тоже, там, рождение детей, там, вот это все. И приходит процесс, как бы, мы говорим, ну, та или иная девчонка, ну, скорее всего, мы попрощаемся, как бы мы, какой семьей мы бы ни были, мы радеем за некий продукт. Я был один из тех людей, кто… Я же, как бы, все равно в керативной группе «Черный орган»-то. Ребята говорят, надо менять, потому что, ну, я лучше буду где-то в другом месте полезнее. Это твое предложение? Ну, да. Прям вот серьезно. Нет, сейчас не кривлю душой. А как это было? То есть ты предложил первый раз, давайте, я хочу уйти, или что? Нет, ну, я понял, что… Нет, там, я понял, что… И Ваня был согласен, и наш хедрайтер, Денис, что, ну, в гудок класснее, в всяких других подъемах, в каких-то других штуках. Здесь же просто, ну, я стою и, ну, ничего не делаю. Это новая жизнь. Это новый я. Это новый я. Я другой. Следуй за сердцем, и пусть рассудит время. Ну, слушай, но при этом узнаваемость же, это все-таки первый канал. Да, согласен. То есть люди в этом смысле сейчас знают больше, чем… Митя сейчас в топе, да. …чем тебя иногда. Чем он был на «Камеди Вумен». Да. Да. То есть ты не боялся потерять вот такое, все-таки, понимаешь, лицо в телевизоре? У меня даже мыслей такой не было. Ну, что ты говоришь об этом, я даже не думал о том, что я потеряю лицо. Господи, что меня забудут кто-то или кто-то мне перестанет узнавать. Ну, не стояло такое… Блин, я сейчас начинаю путь в словах, потому что я радею за проект. В прошлом году наше общество лишилось еще одной очень важной иллюзии. Вот казалось, что с приходом больших каналов в интернет, кабельного телевидения, все поменяется, да. И будет кабельное телевидение, будет, ну, вот все те, я имею в виду, интернет-платформы, которые в какой-то момент дали надежду, что вот эти кабельные платные платформы смогут стать одушкой. Но в итоге снятие с эфира «Слуга народа» стало понятно, что это тоже так не работает, что эти платформы тоже сразу стали контролироваться двумя-тремя крупными игроками, связанными с государством, и тоже там никакой свободы нет. И скорее наоборот их захватили, чтобы создавать контролируемый контент для молодежи. Это самый большой инфлюенсер для молодого поколения. Это то, откуда наше молодое поколение черпает дух свободы. Это то, что, как бы мы, когда мы смотрим, допустим, тоже «Эйфорию» или там «Six of Education», суперсериал для меня, нетфликский. Ну вот. То есть, Шарли и БДО создать в России такую вот платформу, вот такую невозможно. С фриковатыми шутками, с перебором, со всем этим, но прямо вот такой, чтобы люди... Бля, как они могут. Невозможно это? Ну, слушай, нет, наверное, возможно, но это проживет до выпуска 2, а потом станет немножко другой. Направление поменяет точно. Как бы Кракен запустит это на щупальце. Как бы и тоже начало... Кракен! Ну, прости, господи. Допустим, проект, что было дальше, я считаю, что это лучший проект в этом году ютюбовский по тому, как... тому, что говорят. Допустим, я не говорю, что он мне симпатизирует именно в... Ну, как бы... Я не могу все лично смотреть, что там выпускается, но это реально лучший проект того года, 99-го, как я говорю, 19-го года, потому что по-другому заговорили ведущие, по-другому заговорили участники. Мы были в Киеве, и совершенно по-другому, совершенно по-другому, ну, вот все как-то идет у них. То ли это как бы сожгли плакаты прежних кумиров, или их там не осталось, я не знаю, как-то... А у нас же все обязательно... Ну, кстати, ты даже говорил, что там даже лига шуток у них круче, чем наш КВН, что там смешнее шутки. Там вот ты рассказывал про какого-то... Марка, да. Угонщика. Да, прозрачный гонщик. Прозрачный, да, когда человек даже не выходит на сцену. Да, 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 это все абсолютно... У нас такое невозможно. У нас невозможно это в КВН. Вот почему? С чем связано? Со свободой, с допустимостью того, что можно показывать на федеральных каналах. Не доверяют... Это только возможно, если это покажут сначала где-то еще, и когда этому человеку уже не станет интересно, тогда только это выпустят, когда уже, знаешь... Везде показалось. Везде показался. То есть там большая свобода. Сто процентов, да. Она, ты считаешь, от чего? Она идет от большей политической свободы или от чего? Ну, и как бы в политическом отношении, мне кажется, устали там все от политического юмора, уже никто не хочет об этом шить, потому что, ну, было вот так по горло. Но говорить со сцены ребята могут многое. Вот, допустим, той же вот мы были в декабре на Лиге смеха, то нас приглашала Лига смеха в Киев, где мы снимали киевский коммент-аут с Монатиком и с Надей Дорофеевой. Там у них, они по-другому говорят. Они могут говорить и о Зеленском, они могут говорить и о проблемах тех, которых, ну, даже и про патриархи, например, патриархат, они такие украинские. То есть даже про они шутят про патриархат? Да, 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 шутят, шутят постоянно. Ну, потому что, ну, скорее всего, потому что... А про войну вот шутят? Про Донецк, про вот эту всю ситуацию? Это не весело, Секстер, но это не весело вообще. Это не весело, это в плане какой-то патриотической речи, это возможно звучать с Лиги смеха. Как шутки нет. Над этим ребята украинские не смеются. Ну, и мы тоже. Но свободы там сильно больше. Конечно. И в том числе даже взять, допустим, я был там в мастерской у Вани Дорона, там абсолютно, ну, пришел, что-то невозможно так у нас, я не знаю, у нас должен приехать... Вот, допустим, я там приезжал к ним на съемки, никто там никакого гримвагена, ничего там, там чай попей, там еще что-то сделать. У нас обязательно надо, что если приезжает, допустим, мы снимаем какой-то клип, обязательно надо как гримваген, чтобы он не мерз, чтобы там еще что-то не сойдет администраторов, чтобы все-то создавать видимость такую мы, как ее называют... Канальная команда встречает звезду, да, Киркор приехал. Это называется писька в валенке. Когда мы, типа, вроде как бы письку делаем, но вуалируем гигантским таким вуалью. Ну, действительно так, пускаем пыль в глаза, что это вот приехало что-то поднебесное, и вот мы как бы крутимся. Там же все попроще, и не могу... Ну, я думаю, что мы когда-нибудь тоже до этого дойдем, и вот как бы с Украины... Но пока мы идем в другую сторону. В нашу сторону мы идем? А как ты относишься, допустим, к Максу Галкину, который вошел сейчас в YouTube, и вот какой-то, допустим, в декабре он был в трендах, там вот что-то такое есть, что-то... Ну, честно, я считаю, что он очень несмелый человек, потому что вот интервью, которое я его видела у Шихман... Ну, вот я дам даже ссылку на него, но оно очень вылизанное. Мне кажется, это настолько, ну, и по-журналистски, не хочу обсуждать коллег, но ты не можешь, если уж ты приглашаешь такого человека, ты должен ему задать какие-то вопросы. И про перрон, на который с Аллой Борисовной заехал, и про Путина, и про отказ от своего выступления, которое потом все размножили в Новосибирске, а потом... Ну, то есть ты не можешь делать... Ты можешь согласиться на какие-то условия, но ты должен продвинуть свою платформу, иначе не надо приглашать человека, какой смысл. Да, ты можешь согласиться на условия, что там что-то вы не обсуждаете, но если вы ничего не обсуждаете, кроме какой... Ну, мне кажется, я посмотрел передачу вот «Музыкалити», который на Газгодри уходит, и мне, я когда смотрю в глаза Максиму, я как бы к нему очень хорошо отношусь, но я не верю, мне кажется, ему неинтересно. Ну, все просто поняли, что YouTube модно, и вот сейчас... Да, мне кажется, ему неинтересен тот же, допустим, Моргенштерн, неинтересна та же Инстасамка. Баскову с Киркоровым интересно было говном кидаться, тоже неинтересно, они просто знают, что надо... Глаза горели, я же видел, как они сражались, это же... Мне кажется, слушай, ну это надо быть в тренде, они умные, они понимают, что надо быть ироничными, хотя бы они это понимают, в отличие от многих других артистов их поколения. И они идут к модному Гудкову, потому что он модный, классный, и он нам сейчас делает по-молодежному, молодежную стрижечку. Моя любимая, да, молодежная, это классно. И ты делаешь, и как бы это оживляет. Но понятно, что им тоже хотелось бы, вот спроси реально, что бы хотел делать Басков, это в серебряном костюме, на красивой сцене петь и что-то там вести. А когда вот произошел этот скачок, в какой момент, когда ты уже смог не думать о деньгах, о вот таких вещах, что можешь поехать куда хочешь, можешь делать все, что хочешь, и так далее. Когда год назад. Это подожди, такого еще у меня не было скачка. Ну, вон, как не было. Да ты. Ты уже мероприятия все ведешь, стоишь недешево, все цены мне известны. Меньше чем за пятнашку не ведешь ничего. Чего? Откуда это? 15 евро. Это тебе не сказали. Ну, у меня есть, ты знаешь, мои источники. Нет, это вранье. Дешевле. Нет, все по-разному. Нет, давай, вот завтра Чебоксары ведешь день рождения Михаила Петровича, продавца сосисок. Ну, я не поеду, потому что я не веду, ну, я как человек не веду мероприятия в принципе. Нет, ну ты иногда ведешь. Но это редко, либо это друзья, либо это как бы, это очень, как тебе сказать, не то, что выборочно, это либо это друзья, где там, ну, это бесплатно, или там. Ну, это херовый бизнес, Саш. Да я понимаю. Лучше, блин, поехать к Петровичу провести. Ну, это не мое, вот просто смотри. Что значит, не твое, ты классно, вот гламур ввел, сейчас Грета Тунберг, я не помню, вот где ты выступал. Hello, да, по-моему? Это гламур, но... Ну, было смешно. Сейчас не должна быть здесь. Не должна быть сейчас в клинике для гормонально сбившихся мужчин. Так это немножко другое. Это же больше, введение у всех этой премии, это больше некое выступление, а введение, допустим, свадеб или введение дней рождения, это, я не заточен под это, нужен универсальный ведущий. А что, ну, подожди, а что это? Это же хорошие деньги. Ну, ты представляешь, 3-4,5 часа, слышать неприятный голос Гундоса, который говорит, а сейчас там, Сан Саныч, а ну-ка, выпейте, я же все равно так буду разговаривать, я же все равно не буду разговаривать нормальным там голосом. Все равно, это же, скорее же, тоже... Ну, это же, может, кому-то нравится. Ну, это, это, да подожди, это, по-моему, это извращается немножко. Есть же, там, сколько там, топ, знаешь, есть топ-15 лучших ведущих. Они рождены быть ведущими, они вот, и они должны зарабатывать этим, они купаются, как рыба в воде. Вот смотри, например, ну, чего грехотайте, вот Ваня Ургант, я с ним много работаю, и он там много работала раньше, и он там супер, ну, самый, наверное, там, талантливый с точки зрения импровизации, юмора человека. Ну, вот импровизация, да, да. То есть, он, как бы, это делает, это его работа, он делает ее супер профессионально, но нельзя сказать, что он супер кайфует, да, то есть, наверняка от эфиров, там, вечернего органа, он кайфует сильно больше. Ну, кайфует больше, конечно, да, да. А вот Басков супер кайфует, у него прямо, вот, знаешь, не надо ничего, пустите на корпоратив, он еще, понимаешь, уже там, в 12 время закончилось, он будет до 4-х еще сам плясать с хозяинами, понимаете. Вот, видишь, просто нам сюда. Но и тот, и тот это делает, то есть, Ваня не отказывается от корпоративов, потому что ему это не супер нравится, потому что это большие деньги, это такая, то есть, он тоже, наверное, не у всех будет выступать, но он там планку ценой отбивает определенную и работает, ну, как, ты же не можешь делать все, что тебе нравится. Почему тебе так же к этому не относиться, что, ну, есть работа, хорошие деньги, чтобы в следующий раз в Полинезию друзей с собой взять, еще своим джетом полететь. Не знаю, для меня работа, наверное, здесь, в Москве, гораздо важнее, чем мероприятие, допустим, в той же, там, в Сочи или где-то еще в другом месте за какие-то деньги. Обидно ли тебе, когда ты приглашаешь людей на передачу комментаут, а они тебе в ответ прям пишут, да это говно, мы к тебе не пойдем, у тебя тупой юмор и вообще дурацкая программа, вот что ты чувствуешь в этот момент? Ужас того, почему этот человек так воспринимает эту передачу. Что это говорит для тебя об этом человеке? Не, я принимаю позицию полностью, потому что принимаю вообще… Ну, я тоже принимаю, но что это для тебя говорит? Вот такой уровень восприятия. Ну, такой было. С кем? Много было раз. То есть много раз тебе люди, ну можешь одного человека назвать. Ну, Диме Нагиев, Макс Галкин. То есть прямо так тебе писали? Да, да, да. Ну, написали, что это ниже… Плинтус. Ниже Плинтуса, да. Нет, здесь в… Это абсолютно их мнение, я с ними согласен, потому что нужно побывать, конечно. Я приглашаю тебя на комментарии. Я с удовольствием. Потому что это… Я был в этой шкуре и понимаю, что… Когда мы разговаривали с Надей Дорофеевой и с Монатиком в Киеве, они говорят, у нас нет такого юмора вообще в Украине, потому что до такого степени… Ну, мы там… Но это же при этом заимственный формат. Нет. Или он оригинальный полностью? Конечно, оригинальный. Это… Это Володя Маркони. Всегда об этом все говорю. Все почему-то придумают, что это… Это Володя Маркони принес формат, мы сделали быстренько пилот. И почему-то все это так… Ну, это абсолютно… Но что для тебя… Вот когда люди так к этому относятся, говорят, нет, это прямо ниже Плинтуса. Что ты в этот момент думаешь о человеке? Что он не самоироничен? Он слишком к себе серьезно относится или что? Ну, мне кажется, что это дело времени. В общем, как бы это сказать, что… Что когда-нибудь… Рано или поздно, они согласятся и придут. Окей. Я очень жду и Диму Нагиеву, и Максу Галтонову. Еще один очень интересовавший… Ну, было жестко. Там было прям жестко. Ну, я знаю, бывает жестко. Ну, слушай, тут вопрос таланта. Мне кажется, это вообще… Нет ничего жесткого и не жесткого в юморе. Вот для меня есть вопрос талантливого исполнения. Да-да-да. Бывает талантливого, а бывает нет. И вот разница только в этом, мне кажется. И вообще… Это есть меченые люди, а есть старающиеся. Для меня так пока для человека. Есть… Вот, допустим, как Антон Лапенко, который… Ничего, мне кажется, для того не делает, чтобы быть смешным. И он безумно для меня хороматично смешной. Все, что он бы не делал… Для меня есть… В общем, вот хэштег категорично весело. Все, вот как он даже ведется в разговоры. И когда вот, допустим, сатир… О, классно, все вообще на пятерку. Но я вижу, что он старается. Я вижу, что он хочет быть смешным. Ну, как бы, не знаю, то ли… Ну, и оба талантливые. Все. Вообще всякая толерантная тварь. Просто сижу. Блин. Жипокрутка. 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 Вот, вроде, приличный человек. Десять крестников. Вот, обратите внимание, конечно, на причастие он водит. Вот, шо это за херня, гудок. Это… А ну иди сюда, говно собачье. Так ты пришла? Я думаю, ты шо, этот щит от тебя. Ты решил… Что это? Решил ко мне лезть, а ну иди сюда. Попробуй меня трахнуть. Так. Я тебя трахну. Ну да. Что это? Это, знаешь, как группы страдающие в средневековье. Да. Знаешь, вот это подарок. Ребята, Дом культуры. Это Кукушкин Никита. Я увидел, что у них стоит этот щит в Дом культуры. Говорит, Никитос, мне нужен этот щит. Это классно. Кому-нибудь подарю. И вот, пока он у меня стоит. Это же бомба. С водянкой. Или как это называется, когда чуть ниже, чем надо. Ну, размер какой-то несерьезный. Ну, видишь, он как бы стоит и… Сам тебя трахнул, вот так это не работает. Ну, подождите. Может быть, у него какие-то другие причины в средневековье были, извиняюсь. Ну, это лучше. Это как-то… Не Ивлеева, но это как-то совсем… Ты человек крещённый, православный. Я так. Ты сам говоришь, что ты ходишь, знаешь, как всякие обряды проводить. У тебя куча крестников. Да. При этом тебе любой фундаменталист религиозный скажет, что есть факт, что Иисус ни разу не улыбнулся во всём Евангелии. И юмор с религией вообще никак не сочетается. Не то, что нельзя даже шутить над религией, а то, что, будучи религиозным человеком, это не случайно, что в Евангелии Иисус не улыбается. Это некий такой фундаментальный посыл религиозный. Как это совмещаешь ты? Ну, подождите. Это посещает, допустим, на сегодняшний момент современные православные храмы. Я имею в виду, тебе скажу, что как сочетается вера с тотальной иронией. Вот как? Сочетается. Ну, допустим, к батюшке, к которому я хожу в своём родном городе Ступин, Константин, допустим, проповедует, когда он говорит на своих проповедях, улыбайтесь и смейтесь и веселитесь. И это ничего против антибожного и противохристианского нет. С этим надо жить. И это принимается всеми канонами как правильный путь жизненный. Ну, и другое дело, когда, допустим, лицедейство, допустим, это вот что грешно в православии. Лицедейство, допустим, когда я переодеваюсь в женские наряды, когда я шучу бранными словами, когда я говорю… Ну, понятно. Ну, в общем, то, что… Ишь никак с этим. Ты потом хоть каешься? Ну, я… На исповеди потом оба. Я исповедуюсь, да. Вот за то, что переодеваешься. Идёшь, скажешь, простите меня за то, что я переоделся в женское платье. Я много чего говорю. А лгу – это ложь, она во мне может выскочить. Как тебе сказать? Я не замечаю, что вру. Сейчас, как вы… Нет, сейчас я замечаю. Ну, как бы, понимаешь, и в этом я, наверное, не угоден как правильный православный христианин, но живу как человек. Ну, смотри, вот в чём, мне кажется, сложность совместить вот веру и такую тотальную самоиронию. Сложность в том, что человек самоироничный… Ну, не скромно звучит, я по себе знаю. Ты видишь, как бы, парадокс и смех в любой ситуации, да, вот в том, как мы вот даже сейчас сидим, типа, вот, знаешь, делаем интервью. Как ты правильно говоришь, женщина, которая, да, это твой друг любимый, и у тебя слёзы на глазах, и вдруг женщина с халой читает какой-то текст. Ты понимаешь, что это самая, наверное, тяжёлая ситуация в твоей жизни, но ты не можешь не видеть, ну, как бы, фарсы ситуации, да. В этом смысле ты же не можешь отключить это в себе. Это в тебе живёт, и ты заходишь в церковь, и там ты тоже иногда наблюдаешь какие-то фарсовые ситуации. как-то нелепо к адыку этим, как называется, кто-то помахал кадилом, и ребёнок закашлялся, да, и бабушка как-то слишком серьёзно к иконе подошла. И ты всё это всё видишь? Сто процентов, да. И понимаешь, что в этом есть некая тоже, ну, ирония ситуации. Как это в себе… В этом есть некая, наверное, моя безбожная часть, потому что мне это весело. Я могу об этом шутить и не… Ну, это весело, но это же дико греховно. Как ты совмещаешь эту веру искреннюю с тем, что… Потому что… Нелепость… Потому что я… Потому что я тебе об этом говорю и не стесняюсь этого. Я же не делаю ничего плохого в том, что… В этом и есть, как тебе сказать, раскаяние в том, что я это признаю в себе. И если я, как правильный христианин, я перед тобой сейчас… Это как батюшка моя, перед тобой рассказываю, что я захожу в храм, мне не то, что иногда, почти в 90% случаев мне весело от некоторых обрядов, от некоторых действий самих людей. Допустим, вот… Прости Господи, мы были с Ваней и вели… Сейчас расскажу супер странную историю. Друг Ян нас подпрёк, мы вели свадьбу в Антибе на побережье. Супер! Свадьба в Страстную Субботу. То есть ночь была крестный ход. И там совершеннейшая супер богатая свадьба. Невеста уже не хотела выходить к жениху, когда… В общем, они развелись там через 4 недели, что ли. Да ладно. Ну там всё, там все были. Там была Калиминог, там был Ленинград, там была ёлка. Калиминог прилетел на собственном мини-джете с мини-диском. Салют 20 минут из Лазурки. Бил подбережье, мы вырвали. Говорю, надо очиститься. Поедем в Канны… В Каннах, по-моему, или в Ницце? В Каннах, по-моему, спрашиваю. В Каннах православных храмов. Мы собрались в нашей… Довели мероприятие, на часово приходим. И там собралась, ну, невероятная компания, вот, каннских дам, которые считаются православными. Ну, платки, естественно, Эрмея, всё, как бы понимаешь, всё такое. И вот… Гламурное православие. Гламурное православие, которое, в принципе, ничего не имеет общего с тем, что… Но они веруют. И самое смешное, там стояло две дамы, я не знаю, сколько им лет, потому что на лицо это было, ну, что-то другое. Там не возраст был, там не годовые кольца были, там что-то было всё-то растянуто. И у них были в руках винтовые свечи вот такого размера. То есть эти свечи, я думаю, что никто никогда в этом храме не покупал, а не купили, но они, наверное, стоят евро номер 30. Потому что они были самые дорогие, потому что они думали, что это снимет все грехи с ними. И мы просто звание и умирали, что они насосрали на эти свечи, прости господи. Вы что, не видите, какая у меня свеча дорогая? И что? А я, по-вашему, что, фонариком от айфона свечу? У меня тоже свеча мощная. Мне её со святой земли привезли. Откуда? Ну, я не знаю, из Милана, наверное. Мы так ржали, что просто стоят огромные, как фалосы. А потом они держат эти свечки, совершенно грешно, совершенно не юмор, вообще, в храме крестный ход. А эти две дамы стоят с этими свечами, как пенисы. И они их жгут и ждут, что на них благодать, что на них все их грехи сойдут с плеч. Вот, понимаешь? Ты представляешь? А Иисус учил никого не судить, понимаешь? Не осуждать, а невозможно с ней расстать в эту планету. Я сейчас расскажу, потому что я об этом каюсь, потому что я не могу себя задержать. Но это было так неистово, смешно, что это, ну, ты понимаешь, ну, ты когда бы, я правильно, ты бы увидел, ты тоже бы умерла из этого смерти. Я представляю себе. Был мой случай ещё, совершенно страннейший случай, я вёл крещение тоже на Лазурном побережье. Младенцев окунали в лазурку, чтобы у них сразу жизнь хорошая была. Да, тут, да, купель стояла там, приезжал батюшка на лодке, окунал младенцев в море. На лодке прямо крещение? Нет, ну, как бы, на берегу батюшка подплывал на лодке, кунал младенцев, чтобы, как бы, жизнь была хорошая сразу. Что-то как будто, ну, типа, Лазурный побережье – лучшая вода, чем в церкви. И младенцев увезли, и дальше пошло веселье. Вот такое мои случаи, такое было в моей практике. Но при этом ты искренне верующий человек. Ну, я верю в… Я православный крещеный человек, который, как бы сказать тебе, смотри, я современно верующий. Ну, ты во меня не выбьешь, как бы, это из меня. Я, как бы, во мне… Почему я оправдываюсь? Почему я оправдываюсь за то, что я верю? Вообще не надо оправдываться. Я не хочу. Это во мне… Не надо. Нет, просто это странное соединение. Мне это просто очень интересно. Да, потому что я веду неправедный образ жизни, скорее всего, для праведного человека-христианина, скорее всего, да. Ну, вот, мне кажется, вот так это прям вот. Я на кухне, в рыбшлагах и рядом с раздельным. И ты реально разделяешь сейчас, я проверю. Ну, я же все выкинул до вас. Ну, все, слушай, чистенькие стоят, а то он… А, нет, ребят, Моэ Шандон нормально живет. А так я тебя ждал. Он в холодильнике. Так, ну, а что у тебя здесь… Вот это, конечно, тоже меня, вот это кошатничество твое. Ну, там какая-то фрика вы съесть, нахерать тебе столько кошек. Короче, так нет, это так кажется, что их две. Шоу за одним – это все же знакомство с Дашей Чарушей и там Кать Каноненко, когда начали снимать фильм «Марафон желаний». И они страшные кошатники. И оба и Найшулер, и Чаруша, и оба, и там Кать Каноненко, и они фанаты абиссинской породы. Гудок, тебе нужно абиссинцы, гудок. Я говорю, ну, ладно. И там, короче, разводилась кошка, прихожу к этой кошке, они говорят, ну, еще есть и… И вторая. Возьми, говорит, сестру. Это еще где-то одна, а там мы два. Ну… Секс и юмор – тоже же несовместимые вещи. Так. Ну, это же правда. Нет, почему? Ну, давай честно, нельзя же трахаться и ржать, это невозможно. Ну, у меня были такие случаи. Ну, ты трахаешься и смеешься. Ну, конечно, ну, как бы от нелепостей ситуации, пыхчение там всякое. Ну, подожди, ну, от нелепостей ты можешь после или до, но если ты будешь трахаться и смеяться, ты никогда не кончишь. Это невозможно. Ну, подожди, ну… Ну, давай честно, ну как? Ну, да, наверное, но это же так весело. Иногда бывает, что… Как будто это когда человек что-то старается, но как бы пыхтится, делает вид, что он, типа, красивый, когда там не видно ничего. Это так смешно. Это же и что, и что-то смеялся в этом момент? И как на это реагирует твои партнеры? Кто не живет, потому что я ржу всегда в этих ситуациях, где нельзя ржать. Мне всегда говорят, гудок, будь серьезным. Ну, я не могу быть серьезным, когда человек… Вот когда вижу, знаешь, когда вот… Есть такая тема, когда соблазнение, когда вот, типа… Ну, вот, когда вот… Ну, чутка. Знаешь, это так весело от того, что… Ну, типа, ну, делает вид, что она… Ну… Ну, ты… Это так весело. Ну, меня это смешит безумно. Хорошо, ну, а ты как соблазняешь? Ты же тоже… Ну, все, кто нравится, ты же должен к чему сказать. Я пускаю глаза, наверное, в этом отношении. Мне вообще кажется, что ты вот в отношениях личных очень скромный, робкий человек. Скромный, робкий, но я пускаю глаза, потому что, когда я вижу… У меня, как бы, неприкрытый флирт, вот такой, когда вот… Ну, вот, да. Да, 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 да. Все вот это… Угостите меня, пожалуйста, когда… Ну, там, как бы, да. И что? Ты начинаешь ржать? Ну, когда просто, ну… У меня начинают ржать, но мне это весело. Я никогда не забуду… Как я хочу, когда? Да. Я никогда не забуду ситуацию в КВН, это был какой-то… Есть же там каждый год смотр вот этот КВНовских команд в Сочи, туда съезжаются. Там все, как у Муслякова, съезжают гигантская армия юмористов. И там каждый год туда, естественно, все едут в 12 дней, пьют, веселятся, гуляют. И там вот, я никогда не забуду, ко мне подошла, не буду называть ее имя, дама с цамбукой. И она… У нее был самый странный способ за меня зацепить. Она сказала, пойдем ко мне в комнату, я почитаю тебе регламент. Я просто скатился под лестницу вообще от этого, она вот так смотрела на меня, а я не мог себя сдержать, потому что вот такого подката я вообще не ждал. Почитаю регламент. Я хочу пройти тест на ЭВМ, тест, про который ты рассказал Медузе, который проходят все ваши креативные люди. Так. И по которому всегда в команде Урганта есть команда Качки, а есть команда 4 плюс 2, где 4 гетеросексуала и 2 бисексуала. И ты поэтому тесту оказался бисексуалом. Я не знаю, соответствует ли это действительно или нет. Ну, знаешь, ЭВМ может дать правильный ответ, а может и нет. Хорошо, а я могу пройти этот тест? Но он 44 вопроса, и надо найти его. А, 44, ну хорошо, несколько хотя бы. Ну, а тогда не будет ответа. Он называется шкала Кинси. Для женщин и мужчин, для определения сексуальной ориентации. Снимая футболку или свитер, вы. Хватаете ткань по бокам и тянете вверх, либо хватаете и тянете ткань на спине. Вот так ты снимаешь или вот так ты снимаешь? Я вот так снимаю. Ну вот и я так снимаю, это по-женски. Ладно, далее. А мы с вами вдвоем проходим тайт. Да, да. Так, хорошо, тайт мы с вами. Да, так. Иногда вы чешете в затылке, чтобы подумать? Или не чешете в затылке, потому что портится прическа? Нет, затылок здесь. Да. Нет, не чешу. Ты чешешь? И... Ну, я чешу, да. Нет, я не чешу. Так, как нам теперь это сделать, чтобы это были разные ответы разные? Ну, типа, ты должна проходить. Ну, мы на тебя можем на тебя ориентироваться. С моей сексуальной ориентацией все понятно. Ну, подожди, вдруг ты бисексуалка, откуда ты знаешь? Может, тайна? Ну, у меня был секс с женщиной, мне не понравилось. Ну, мало ли. Вот по таким вопросам ты оказался бисексуалом. Да, зевая, вы прикрываете рот кулаком либо ладонью? Ладонью. Я ладонью. Наверное, мужики кулаком. Ну, все взяли от того, что я окажусь женщиной сейчас. Подожди. Подожди. А это важно вообще? Для себя важно человек бисексуальный, не бисексуальный? Вот не знаю. Я бы не смогла, например, ну, мне так кажется, хотя хрен знает. Вот если бы я знала, что мужчина мой имел секс с другим мужчиной, блин, я вот часто об этом думаю, мне бы, я бы не смогла, наверное. Ну, то есть, может, мне кажется, это прям не знаю. а с другой стороны вот если он изменится мужчина это мне менее обидно чем если женщина потому что с мужчиной ты не можешь себя сопоставлять конкуренцию а бабу пряж она это важно да нет я думаю что даже не задумался о том что потому что не про секс женщина якобы у меня не было в колыхании что она сказала вообще нет бы я сейчас ты влюблен в калл нормально у меня все все хорошо влюблен дайлю влюблен жестко допустим есть но потому что я не защищаешь да я сделаю я сделаю все для того чтобы этому человеку было хорошо я защищаю как мамочка игрушка наседка этого человека потому что сильно мучить не буду скажу тебе еще вот что про отношения ты вот совсем прямо поэтому ты все определил для себя и ты собираешься скоро жениться будешь делать предложение как ты будешь делать предложение тебя уже были фантазии ну подожди ты же не может это просто просрать этот момент я еще что-то ужасно нужно придумать что нет это не придумать тоже мудацкой это же воздушный шар да нет это все не про меня ну это же как тогда потому что это все уже прошло здесь надо просто сказать и все и все там все поженились ну уже все сказано так же все нормально уже все сказали конечно полгода наверно ты готовишься к свадьбе ли свадьбы не будут просто пока не будет просто пойдете распишись ну вот так все давай вот так это сделаем как будто ну потому что это мы говорим про юмор юмор который меня внутри защищает я хочу просто защититься защититься защитить за все хорошо все главное у нас эксклюзивчик я давай чего свадьба гудкова и в предложении уже сделала а какое кольцо это дешевка я бы такой не купил вы с камнем без тоже с камнем нет начали на помолвку дарить обручание зачем компомов но обручание вот такое имеется ну типа вот такое не стану ровное но она без всего золотой хотя бы или металлического цвета металлического цвета какой-то фирмы или простой да почему зачем это надо ну ну просто ну да какой-то фирме карте тифани может быть скрытных это просто вот сказал как бы искать дело ну блин гудков женится это все это у меня это же классно дыгани в этом дело так дело не сделать свадьбу тогда чего вот это тихо пойти расписаться но блин это все это я понимаю но если бы мы были бы неизвестными конечно чтобы сделать но ночью поехать в юрмалу с друзьями не надо как мы вот пиздец устраивать на пол страны ну как можно же поехать вот там взять друзей в юрмалу на побережье все красиво да то есть лето ждете все класс хорошо я не напрашиваюсь просто пригласить просто просто три часа линия ксюша приехала хорошо все мучить я тебя больше не буду испытания давать супер игра больше давай сегодня мы выбираем следующее представь что ты живешь в самой свободной стране где ты можешь шутить на любую тему представь что у тебя сотни миллионов долларов тебе вообще ничего в этой жизни не надо и ты можешь шутить вот вообще про все что ты хочешь ты могущественный влиятельный никто тебя не может тронуть и у нас нет никакой цензуры тебе нужно выбрать человека над которым ты не будешь ну человек или группу лиц явления над которыми ты сам по доброй воле никогда ни при каких обстоятельствах шутить не будешь да прости господи так что раковый больной колясочник инвалид это точно игра так а есть ли сначала это чемпионат мира по футболу считаю прежде кто-то один должен покинуть игру как сатира выгоняем дедушку почему дедушку уходи сама колясочник то есть над колясочником пошутишь вот уже пишите оставляем эрнст или ургант ваня как бы все нормально ну про зарплату на первом тебя уже нет смысла спрашивать но тебе много константинович сколько платит даже корпоративная этика не могу говорить об этом жертва холокоста жертва домашнего насилия что упало по моему домашнего насилия лучше пошутишь ну как вы я просто скажу наверное или же можно как бы если шутки на самом деле любая информация о о о о даже домашнем насилии мы сейчас выдано что-то одно на чем ты никогда не будешь шутить а все темы будут очень сложные понимаешь так мама и любимая сестра это можно двоих сразу убирать здесь все нормально с самой иронии пошучу и над сетрой наташкой и над мамой райсанны огромный привет это же фотографии ну наверное наташу наташу господи прости наверное про иисуса руки пророк мухаммед его фотографию это мне вовремя предупредили нельзя ставить а то бы нас сейчас как шарли ебдо поэтому ведь фотографии нету или владимир путь верните это вот так собчак всегда так тяж предупреждали но ты уверена что это выйдет у тебя на канале youtube не закрою ну хорошо давай владимир путин шутим про путин шума чтобы ты про него пушить ну все что угодно например владимир путин большой дремпом путин у него владимир хорошо поехали дальше жертву холокоста дальше ну например сейчас понимаете что все не смешно начинается мама ну конечно мама поймет а папа нет но сейчас самый сложный раунд господи прости я можно это финал оставить то есть ты всех бы карту вы ну вот только две вот эти да то есть условно ты готов да 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 это и это финал видишь саду тебе последний персонаж и знаете карта про которого я стал шутить это иисус христос не спрашивай меня почему потому что здесь непрекословное внутреннее решение окей спасибо и и и и и и